Искусство обработки металла Искусство впитало большое влияние иранской культуры. Поэтому на сложно орнаментированных сосудах серебряных можно увидеть сюжетные сцены, которые мы часто можем видеть на персидских металлических сосудах или даже на персидских тканях. В среде этих сосудов очень интересны кувшины для вина, каркара. Они составлены из трех витых трубок, из которых выливалось кувшин для вина, из него выливалось вино и лилось по этим витым трубкам. И когда выливали это вино, то говорили, что само вино поет. И создавался какой-то особый звук. И вот эти кувшины, они просто совершенно самобытны по своей форме, по своей конструкции. Кроме того, грузины очень тонко, изысканно украшали свою посуду, дополняли полудрагоценными камнями. И кроме того, мы здесь можем увидеть еще пояса. Причем очень интересно, пояса мужские, женские, мужские пояса. В Тифлисе были распространены такие, очень много было мелких разносчиков, мелких продавцов, торговцев. Разнос кинто. И вот эти кинто, они всегда имели очень хорошие, дорогие серебряные пояса. Причем с такой пряжкой в виде раковины. И кинто, этот торговец, это была единственная его ценность, он ее никогда не снимал и говорил, что это его капитал на погребение. Уже во времена Средневековья девочек, в основном, прежде всего из знатных семей, в Армении и в Грузии отдавали в монастыри. При монастырях были школы рукодельные. И вот в этих школах их учили украшать шитьем церковные предметы. И очень много таких вкладов делалось вот со времен Средневековья. Вот это один из таких вкладов, причем представительница одной из знатных фамилий, которая вот расшивала какие-то предметы. После того, как они кончали эти школы, они уже у себя дома расшивали и делали вот такие вклады в разные храмы и монастыри. Очень своеобразен костюм жителей ущелья Хевсур. Здесь представлены мужской и женский костюм. Делался он своими собственными, так сказать, средствами из домотканной шерсти, которую каждая женщина ткала дома. Потом расшивала и шила вот мужские и женские костюмы. Причем нижнего белья там не было, а были вот рубахи, сверху надевалась чуха расшитая, а у женщин вот такое широкое свободное платье. На голове кокошник носился и такой шарф продевался сквозь этот кокошник, так называемый мандили. Причем вот этот шарф, он был символом моральной чистоты дома и самой женщины. И говорят, что если мужчины, там были такие очень суровые нравы, там существовала кровная месть, и все было очень достаточно серьезно. И если мужчины ссорились, и это могло дойти до смертоубийства, то женщине достаточно было выхватить вот этот шарф в мандиле и бросить между мужчинами, и ссора прекращалась. Они расходились. В низменных районах Грузии, прежде всего на территории Картли и Кахети, было очень развито искусство вышивки, причем развивавшееся где-то с 17 века уже под влиянием Европы. Поэтому здесь очень изысканная и тонкая работа. Прежде всего украшались детали платья женского, нагрудник, пояс, и очень распространены были расшитые башлыки. Причем башлыки были распространены повсюду, но в горах это были такие войлочные, не украшенные шитьем. А вот в низменных районах они шились из тонкого сукна и очень изысканно украшались шитьем золотными нитями, блестками, поэтками. Вот здесь можно увидеть как раз в музее, в экспозиции можно увидеть образцы таких башлыков.